Всем хоккеишки! Я не знаю, где я тебя настиг, но ты должен это принять. Что? Твоя команда проигрывает? Самое время отвлечься и получить заряд позитива. Твоя команда выигрывает? Тогда продолжи свое веселье. Высаживайся поудобнее. С вами программа хэштег и задорные омские вишенки. В хоккее, как и в армии, есть доля дедовщины. То в КХЛ, что в МХЛ, самым молодым приходится не сладко. Одна из их обязанностей — собирать шайбы после тренировки. Иногда это превращается в целый жребий. Сколько же радости в этом моменте! Ну а Тимофею Коткову не стоит расстраиваться. Когда-то и Легенда 87 также собирал шайбы. В прошлом выпуске я рассказывал о необычных тренировках в командах молодежной хоккейной лиги. Что ж, у нас пополнение. На прогрессивную волну запрыгивает тайфун. Игроки дальневосточного клуба сыграли в регби. На льду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такими темпами мы придумаем новый вид спорта. Которым обязательно победим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не часто выпадает, что я поздравляю с днем рождения какой-то клуб. Но кое-кому сегодня повезло. На прошедшей неделе хоккейному клубу капитан из подмосковного города Ступино исполнилось... Двадцать два года. Игроки команды записали поздравления. И даже испекли праздничный торт. Притом своими руками. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От всей души хотим поздравить наших ветеранов. Сотрудников клуба и игроков. И, конечно же, всех любителей хоккея. Вперед, капитан! Один за всех и все за одного. Пусть наш клуб растет и развивается. А наши общие трофеи только множатся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давненько у нас в передаче не было забавных интервью. Время настало! Главным героем выступил нападающий московского «Динамо» Данила Парамонов. Предисловие. Закончился первый период матча против «Тайфуна». Счет 1-2 в пользу гостей. Данила дает флэш-интервью по итогам первой-третьей игры. А дальше смотрите сами. Подводим итоги первого периода. Расскажи, как сложился этот период. Ничего, забили гол, ведем в счете. Хороший период. Что нужно сделать во втором, чтобы победить все-таки? Мы пока не ведем. Будем стараться забивать. Выигрывать. Соперник чем-то удивляет по сравнению с прошлым матчем? Да нет. Также бежит, бросает, атакует наши ворота. Спасибо, Данила. Удачи. Главное быть уверенным в себе и своей команде. А счет на табло не важен. Кстати, корреспондент хотел немного опередить события и спросить про итоги второго периода. И самое, что удивительное, после второго отрезка игры команда и правда вела в счете. Совпадение? Не думаю. И ставьте только правильные хэштеги. Смотрите нас и следите за будущими звездами мирового хоккея, чтобы потом было что вспомнить. И пусть у вас, друзья, будет все. Хоккей. Субтитры сделал DimaTorzok